Пепельные небеса сулят только беды, но для наших врагов однозначно не для нас. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, продолжаем играть в отилку. Здесь у нас еще бесплатная армия нарисовалась, осада началась. Ну, в общем, все хорошо. К улучшению армии идем верным путем. Здесь осталось чуть-чуть-чуть еще и все будет готово. Еще немного, еще чуть-чуть и все будет прям тип-топ очень хорошо. Тип-топ очень хорошо. Так, на этом ходу я уже всех передвинул, да? Здесь где? Мои отважные товарищи! Товарищ отважный! Так, а по улучшению? Ну так, на перспективу. Мастерская кузнеца. Рынок. Ну, в принципе, рынок нужно строить. Вот как ни крути, рынок нужно строить. Но мне сейчас не хватает очков. Не хватает прироста, да, населения. Излишка. Есть зато шатер. Рыночный шатер, рыночный шатер. Потребление пищи. Богатство от культуры. Но тут вот рыночные лотки у нас есть одни. В принципе, он мне не позволит, наверное, строить еще такую же. А если улучшать, то нужно экономику качать. Как-то неплохо. Ну, ладно. Оставляем тебя здесь. Пока все хорошо. Можно будет попытаться, кстати, сетив пойти забрать. Хотя бы попытаться шпиона вот сюда направить. Либо здесь помочь нашим византийским союзничкам. Ну, а здесь у нас бесплатный стек сейчас все разрулит и сам. Можно даже тебя на ускорение же отправить. Шевелись. Шевелись быстрее. Ты ж не платва. Чтоб передвигаться, как черепаха. Ничего, мы этих рыбок сейчас в банки позасовываем. И на самом деле... А с Готом придется объявлять войну? Да, писали что-то про сюрприз еще в Африке. Еще к первой серии, да? Но пока сюрпризов здесь у нас толком нет. Срок службы. Милан из Армении. Просьба Антонина. Самоцветы. Так ты заглянешь в Кесарию за камушками, милый? Только будь осторожен. Говорят, берберы очень свирепые. А я не хочу, чтобы мой муж был мертвым героем. Гораздо лучше, когда он живой и дарит мне драгоценности. Устройте налет на следующий регион. То есть захватить регион было ей мало. Она хочет, чтобы я устроил налет на союзника. Ну ладно, хорошо, попробуем. Посмотрим, что это нам даст. Контроль мы немножечко потеряли. Ну я надеюсь, он чему-нибудь-то научится. Ну сейчас устрою налет, ладно, хорошо. Уговорила. Идем сюда. И устраиваем налет. О, и сразу выполняем. Даже не придется союзника грабить. Реально. В реале не придется. Урон репутации и подкрепление отправлено. Давай снова в лагерь пока что. Картену наши союзники разнесут. Здесь пока подождем. Так, ты до города не дотягиваешься. Значит, просто лагерь. Иоанн из Армении. Остаешься. Валериан, Валериан. 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 Давай вот сюда. Сможешь высадиться, нет? Только за город. Либо... Но с этой стороны к жаль. Передве... Ну, в принципе, подкрепление подойдет, если они нападут. Подкрепление здесь более-менее сойдет. Даже если два стека нападет, мы справимся. Высадись. Я просто видел, что он тут второй стек отправлял на помощь. Второй стек шел. Однозначно там шел. И что нам нужно сделать, кстати, в главе? Продержаться это понятно. Убейте персонажа из этой фракции Азгодское царство. Ваши войска должны находиться в каждом из следующих провинций. Далмаций. Наши войска именно здесь должны находиться. В салоне. Одна из первых целей итальянской кампании была Далмация. Ее захват открывал римлянам прямой путь в Северную Италию. Существенно облегчая дальнейшие действия. Однако судьба оказалась коварной. После первых побед эта провинция неоднократно выходила из-под римского контроля. А попытки ее повторно захватить требовали отключения ресурсов от основной цели. Но по идее, если бы это выполнили, галочка обстояла. То есть это наше войска, конечно, находиться там. Но это сепаратиста, смотрите. Наследник империи. Получить власть. Сепаратист. Вандализм. Экспедиция. То есть это общая цель. Может быть даже и зачтется все-таки Далмаций нам. Возвращение домой. Верните не менее 30 разных поселений, включая Рим и Неаполис. Ну, на самом деле, я сейчас смогу высадиться уже в Италии. И ваша фракция не должна становиться оседлой. Ну, в принципе, подкрепление пришлет император. В случае, если я выполню это условие. Ну, а мы это условие наверняка выполним без проблем. Хорошо. Конец хода. Сдаем. Мирный договор. Нет. Ооо. В принципе, он бросил город. В одиночестве. Цирту разграбили, судя по всему. Там, значит, есть тег. Так, карьерный вопрос. Флави Велисари, Иоанн из Армении. Вас препятствовать. Пока что вас препятствует. Милый супруг, за одну ночь с тобой я бы отдала все наше богатство. Но разве что, кроме того огромного сапфира, который больше, чем подбородок Юстиниана. Феодора в восторге от подарка. Вернувшись домой, она немедленно начала восхвалять твои подвиги и умолять императора прислать тебе больше войск. Разумеется, этот подкаблучник тут же согласился. Кто бы сомневался. Когда ты получишь это письмо, новые солдаты уже должны прибыть. Так, снижение сплоченности минус 7 и подкрепление прибыло. Еще сплоченность. Еще меньше сплоченности. И больше армий. Больше бесплатных армий. Все-таки не только император, если поддерживать, получаешь армию. Он... Женушка тоже их присылает. Жена его тоже дает нам войска. Вот это важно. Договорить эту фразу, если вы говорите ее императору на самом деле. Так. Освобождаем. Надо будет сейчас тобой погнаться вот сюда. А эта армия, может быть, даже уже и начнет атаковать тогда... Сицилию? В принципе, да. У нас здесь одна армия. Есть ее, хватит. Сплоченность у вас пока что поднимается. Но лучше подумать о тех временах, когда сражений у нас не будет. Угу. Сетив, похоже, не защищен сейчас. Совсем не защищен. Блин, не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Но выходим на дорогу. И пока используем лагерь. На следующий ход, по идее, мы должны дотянуться. Освободим этот город. Для нашего союзника. Все будет хорошо, все будет... Просто великолепно. Так, давайте, добывайте мне денег. Штампуйте их. Штампуйте эти денежки. Я бы рынок сейчас построил... Только нет избытка. Вот в этих провинциях как раз построить рыночный шатер. Быц-быц. И перебри-бы-дыц. И все идеально. Так. Так, ну давай вот так вот аккуратненько. Давай аккуратненько. Ага, никого нет. Еще один правитель. Мы бы, конечно, не против потопить парочку кораблей своей артой. Это как-то в предыдущей серии некрасиво получилось. На полководце сосредоточился и в итоге никого не потопил. Но что сделаешь. Останемся пока что так. Дальше. У нас здесь есть дальность перемещения. Все-таки в эту веточку тоже было бы круто пойти. Пехота, защита в ближнем бою. Защиту для конницы. И на следующий уже уровень прокачки можно будет... Дальность перемещения. Это очень-очень важно будет для нашего правителя. Ну а здесь... Можно... Сплоченность идти через эту ветку. Ну давайте, боевой дух пока. Чтоб наши сражались как львы. За каждый кусок земли. Так, ты ходил уже. Противник погиб. Мало было, короче, нашей... Женушки, чтоб мы... Захватили регион. Нужно было пограбить. Ага, вот они, византийцы. Молодцы, добили их. Здесь, я так понимаю... В типазу побежали берберчики. Сардинцы уничтожены. Правящая партия. Балансил. Окей. Денежки еще есть. Хотя, по факту, здесь... Еще два хода. И десять тысяч улетят. Вот, здесь тысяч улетят. Нам нужно обязательно рыночный шатер здесь строить. Ты давай сюда. В общем, остаемся и в Африке сейчас. И потихонечку выдвигаемся в Италию. Ненавижу тебя. Вот почему нельзя было сделать, чтобы хотя бы в этом моде мы, как экспедиция, могли использовать порт, да, чтобы высадиться и быстро передвинуться. Или чтобы пройти по территории города, не обходить его, не тратить лишний ход. Было бы очень-очень практично с вашей стороны. Так, ну давайте, этот стэк пойдет бесплатный помогать. Этот стэк пойдет помогать. Ты быстренько сетив. Вот так, отлично. А, ну у тебя же артиллерии нет. Надо было тебе артиллерии единственное отношу. Правителям предоставить. И чтоб тебя не достали, хотя здесь бомжи, я думаю, они не рискнут. Хотя не рискнут, смысл мне тратить деньги. Я сейчас так в минус, небольшой, но минус выше. Если рискнут, я их выпотрошу. Я же их выпотрошу здесь. Я могу еще улучшить доспехи. Давайте это и сделаем. Потрачусь немножко. Я их выпотрошу, и все нормально. Может быть, даже разведчика сейчас отправить... А ну-ка, подожди. Агента. Мы в море сейчас не проверим. Я по гента нанял. Еще. Тут священник есть, в принципе. Хотя бы так. Опыт, земледельцы, богатство. Ну, давай, вот. При полководце, может быть, тебя назначим. Священника, а уже разведчика отправим в Италию. Иначе вслепую сейчас придется высаживаться в Елисарию. Как-то нежелательно. Бы. Но он высадится вслепую. Но он высадится. В Римской империи тут объединила кого-то, распустила. Здесь возвращаем. Красавчик. Давайте на побережье. Тут где-то его армия. Да и по побережью как-то быстрее передвигаться. Хотя здесь город... Ладно, уже, блин, пошел. Город, конечно, это не быстрее. За счет города точно мы не ускоримся. Хотя, ладно, давайте их вместе держать. Так мы точно одолеем многих. Если уж не всех, то многих точно. Ну и Озготом будем объявлять сейчас войну. Только при условии, что ты дотягиваешься. Ну, а ты должен дотягиваться. Так-то и дорога на Рим будет открыта уже из Козы. Можно пойти и от Рима. Давай, объявляй войну. Улучшаются. Со сгодами. Не улучшится. Не улучшатся. Нападаем. Возвращаем. А ты должен сойти на берег. Ты меня слышишь? Ты должен денег обеспечивать и потери восполнять. Все, новая война начата. Но в Сицилии, судя по всему, проблем тут не будет. В Риме однозначно есть войска. И сейчас наш правитель очень-очень сильно рискует. Но тем интереснее, да, будет смотреть. Тем, я надеюсь, будет еще интереснее смотреть. Да и по сюжету. В любом случае, для первого прохождения вот эти вот миссии, там жена, не жена, моя, не моя. Все эти интересно выполнять. А дальше уже, конечно, если второй раз проходить сепаратисты, эх, война, война, сплошная война с Византией. Можно прям даже сразу в Карфагене создать свою столицу и... и радоваться жизни. Так, агент. Магентик, начинай уже идти на разведку. Ну, ты растешь, в принципе, достаточно быстро. Может, что-то новое построим еще на доход. А на следующий мы так-то еще пять сотен будем получать дополнительных. И на следующий мы потратим 10 тысяч. Ну, у нас улучшатся войска. И учитывая, что мы в Италии сейчас активно так-то начинаем воевать, а вся Италия принадлежит им, и против нас они направят основные силы, только если Римская империя действительно со стороны Греции не отправит какую-нибудь армию отвлекать противникам. Соответственно, у нас, ну и так, две армии, два фронта. Мы высадились возле Рима, мы нападаем на Сицилию, причем возле Рима нужно быть очень осторожным. Надо посмотреть, может, есть у меня там, кстати. Я ж уже высадился на берег, что-то я не посмотрел. Шпиона может прям возле Рима нанять. И достать себе щуп, как в болоте, и проверять плотность почвы, иначе все закончится плохо. Успех. Мавры идут. Высадившись в Африке, римляне попытались подкупить мавров дарами, позолоченным серебряным жезлом, серебряной короной, белыми одеждами и сандалями. Мавры следили за тем, как чужаки сражаются за земли их предков, и ждали подходящего момента. Этот момент настал. Мавры объединили, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву. Подобно ветру пустыни, они промчатся по побережью и сметут все следы многолетнего чужеземного гоня. Покнет там. Где они? А вот они, красавцы. Из центральной, да, части Северной Африки. Вот еще стек. Ага, они по всему периметру. То есть вся нижняя часть границы, карты, судя по всему, еще и здесь, наверное, у нас пару стеков они воткнули. Опа-опа-опа-ма! Так, Сетив, еще и не обжился гарнизоном. Цирта. В Цирте неплохой гарнизон, кстати. Под Циртой можно попытаться и сдержать их сейчас. Ну, то есть Типаза тоже с гарнизоном, еще и флот там, если что, есть. И Кесария. Но Кесарии и гарнизона нет совсем. Здесь есть армия, легион. Второй. Ну, давайте вот сюда. Ну, вот он он. Тот самый вариант сюрприза в Африке. Так, перебрасываем наши войска. Вы сейчас должны быть едины, господа. Ну, хоть доход у нас увеличился. На том спасибо. Дотягиваешься? Нет, не дотягиваешься. Значит, идешь сюда. Становишься лагерем. Агент разоблачен. Да ладно тут. Че? А, это саглядатый тоже. Я че-то подумал, что священник. Я че-то вообще это... Не выспался, похоже, сегодня. Нанять агента. А ты можешь нанять агента, кстати. Все-таки в Италии важнее, чем в Сицилии, отправлять. Ну и ты прокачаный, да, дружище? Да, хотя разницы нет. И ты, и ты не прокачанный. А я только двоих могу сейчас содержать. Че у тебя за уникальная способность? Хитрость увеличивается. Хитрость, хитрость. Стоимость действия. Не видим. Ну давай тебя распустим. Ладно, тот сейчас нужнее на самом деле. Свали. Да, заплатим эту 1200. Еще раз, ну че? Транжирим. Гуляй! Шальная императрица. Богатство. Без разницы еще даже на самом деле, да? Гуляй, гуляй. Надо было на прошлом ходу проверить это. Ух, как... Как-то мы недалеко вообще ходим. В козий гарнизон уже пару отрядов есть. Но раз мы все равно недалеко ходим, предлагаю остаться так, чтобы потребление, если что, подошло. Как раз разведчик прощупает. Ой, че-то, че-то, че такое? Че притормозило? А может я контур-раз случайно нажал, передвигаясь. Так, ну ничего не плохо. От синего экрана. Защита тоже порой нужна, хотя сейчас вроде бы проблем нет. Но у меня как-то случается периодически. Наплывами. То их часто, потом полгода, их нет совсем. Потом снова фиг поймем. Порой почему. Так, ладно. Строительство, отважные герои, рынок есть. Скорость исследования. Развитие. Дальше мы платим 10 тысяч за улучшение армии. На следующий ход так-то я смогу улучшить. И надеюсь, денег у нас будет достаточно. Конец хода. Вот сейчас будет море сражений. Мы и в Италии двигаемся вон. И в Италии тут движуха началась. И мавры в этот момент прям напали. Да, вот как оно? Как оно совпало? Прямо вот объявление. Ух ты, а римляне красавцы тут. И это же не флот, это армия сухопутная, которая, как я говорю, на торговых судах, да? Ну, потому что часто, особенно в Средневековье, торговые суда забирали ради военных нужд и переправляли армии на них. Так что грузовые и судна порой те же самые торгов. Так, уражеские агенты. Дезинформация. Но суда они не лезут. И сетив, можно опять же попытаться взять. Полезли они в Типазу. В Типазе тоже можно было бы поддержать оборону. А что за войска вообще у вас? А ну-ка, милый мой разведчик, доложи, пожалуйста, по форме. И, кстати, неплохие копейщики, не самые бомжовые. Но не те, как минимум, которые у берберов. Эти еще неплохо могут себя показать. А здесь, раз отступил враг, может быть, Сетив снова забрать, а? Только ты все равно со стороны цирты. Со стороны цирты. Я уже могу улучшить, получается, армию. Две сотни. Но в Африке я не сильно рискую. Поэтому в Африке я вас не трогаю. Традиционная стратегия. Сразу боеприпасы. Здесь у нас получится стоимость найма. Давайте экономику все-таки. Нет-нет. Нам там рынок общественного он улучшать. Нужно будет, чтобы получать денежки. Тебе, кстати, сразу рыночный шатер. Ну, то есть, эти армии пока останутся без улучшения. Естественно, мы заботимся о своем предводителе. Исключительно о нем. Сплоченно сейчас. Не исключено, что придется децимацию еще проводить в ближайшее время. В Сиракузах никого пока. В Сиракузах пока никого. Что у нас здесь? Получается, копейщики ненамного дороже становятся. Но ближний бой улучшается. Усиление натиска улучшается. Защита в ближнем бою улучшается. Здоровье, боевой дух. Ну, кроме скорости все улучшается. до копейщиков однозначно улучшаем. А вот, наверное, вас не всех улучшим. По деньгам просто 50. на 350. так там. сейчас посмотрим. Ближний бой ухудшится. Усиление натиска тоже. Но защита в ближнем бою станет круче значительно. То есть, по ним попасть будет сложнее умирать. Они не будут так часто. Ну, и убивать не будут много. Хотя, не сказать, что сильно много. Здоровье улучшается. Естественно, боевой дух. Скорость уменьшается. Урон снарядами. Ну, то есть, доспехи, броня обеспечивает им лучшую защиту, но сложнее бить. Ну, давай. Ладно, давайте всех. Всех улучшим. Здесь все-таки под Римом мы сейчас улучшим всех. Рынок еще один начали строить. Пять сотен будет доход. Здесь нужно. Здесь, как ни крути, ты наш лидер. Ты наш лидер! Так, тут до Ореции мы можем уходить в горы. Давай проверим. Тут правитель. Ну, тут сидит правитель. Ну, если дальше там еще... Ну, хотя в писсулах никого, в пизу проверить. Вообще, через пизу можно было зайти в Италию. Но он может... Реально, если в пизе. Давайте вот так вот выйдем сейчас. Вот мы... Оп! Покажем ему, что мы тут. Если у него есть войска, то они должны быть. Потому что, если что, к козе можем отступить. То есть, ну, не хочу рисковать прям так с шашкой на голо идти по Италии. Можно, можно, конечно, пробовать, экспериментировать, но... Но не так, чтобы об этом потом пожалеть. Давай сюда. Захватили, да, маврики? Даже в Тагасту наверное придется сейчас уводить один стэк. Помогать. И тут двумя стэками он будет нападать. Мне тоже двумя нужно идти. А я-то решил сетиф забрать. Ну, можно под сетифом попытаться оборону сварганить. Ближе к Арфагену. Но, все-таки держать оборону лучше ближе к Арфагену. Там уже игр... Вон, 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 смотрите. Козучку нашу разграбили. Я где-то видел полный стэк Фесула. Хорошо, что я в Ореция не пошел. У них там полный стэк. У них там полный фарш. Козочку надо было защищать. Зря я увел. Ух ты. Ух ты. Молодцы. В принципе, сейчас мы на этом фланге можем и задефать тогда. Только я не возьму. Город Мавры мне не позволят. Замаскированный агент раскрыт. Козочку козочку разграбили нашу значит, да? Ну что, надо эти клинки наказывать тогда? Тут и наследник и правитель. И не самые плохие мечники у него есть. Как минимум топоры вообще с хорошим ближним боем. Варвара всегда хорошо заходили стрелки. Так, ну что, разворачиваем. Он принимает бой. Он принимает бой. Давайте тогда сразимся, посмотрим, на что годятся наши новые бойцы и его новые бойцы. Сражаемся. Посмотрим сейчас как раз камера как новая работает. У меня камера включена и на карте компании, чтобы я мог ближе приближаться и дальше отдаляться и в бою тоже. Туман нет, нет, ждем. Пепельное небо, дождь, нет, 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 дождь, нет, 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 дождь, еще и с туманом. Хреновая погодка. Но союзник подходит у нас с фланга. С какого получится? Вот отсюда. давайте тогда я построю свои войска под углом. Ну, в принципе, так, под углом я говорил, да, чаще всего против искусственного интеллекта и удобнее воевать. Вот они новые бойцы. Кольчушка, символ нового Рима. Так. Кавалерия, давай, засадники сюда. Вас тоже можно. И даже вас можно. Я бы даже сделал вот так все-таки. тяжелую кавалерию вместе с полководцем. Хотя вот так. Оп, отлично. Сюда, а разведчиков уже на фланг. Сейчас мы постреляем с артиллерией, огненные снаряды. через головы своих свистеть не будем. Плохая примета. Боевой дух и эффективность наших бойцов также будет снижаться. Копейщики здесь артиллерию защитят при желании и нежелании. Ну, в принципе, я так понимаю, копейщики выглядят сейчас практически идентично. новым мечником только щиты отличаются. А, кольчужка все так же. Прошла эпоха легендарного римского доспеха, да? Так, а засадников куда я не поставил вообще? погнали. Спрячься. У того какой-то холмик удачный получился. Он спрятался. Ждем союзника. У нас есть артиллерия, это его заставляет уже двигаться. Медведи. Медведи. Мишки, мишки, мишки. То есть, это у него что за отряд? Мелиты, да? Мелиты, мелиты, мелиты с копьями, мелиты, 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 мелиты. Хотя ж еще вот они ювены. Вот они доместники. Годские всадники. Ну окей. Озготы наступают. Разграбили один город. Почему он его не забрал, я не пойму. Но он вряд ли там проиграл. Он даже никого толком не... А может он не дотянулся? Но мне показалось, что он напал и выиграл. И гарнизон был чуть больше. Почему? Причем несколько отрядов сразу восстановились. Другой вопрос. Так, кто здесь у вас предводитель? По усам не узнать? У кого самые длинные усы? Тот и полководец. Ну, здесь не Иерусалим мод, да, который мы играли 12-12. Здесь все-таки соответствовать должна картиночка полководца, но я картинку не запомнил, как он там выглядел. А вот элитные достаточно копейщики. Ну, выглядят как элитные, да? Все-таки украшения есть, бляхи есть, ремни даже. Бессмертные войска. Дайнарс. О, артиллерия достает, отлично. Артиллерия достает. Погнали. Сейчас можно даже не целиться, просто на всю дальность. Блин, как-то обидно. Обидно. Прям. Чуть-чуть не долетел до толпы. Это мимо. Это уже мимо. Так, ну, давай вот сюда. Мелитус копьями. Ну, 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 да что ж такое-то, ну, выцеливал так вас. В итоге нифига. Бомбим, ладно, давайте посмотрим, как они горят. как они покрываются жареной корочкой. жарим, жарим, жарим. Вообще союзников игнорит, но союзник и не бежит. молодец. Ну, в плане не торопится сильно. И действительно молодец, сейчас это не сарказм. Смысл ему тратить силы. Клин, ромб, полководец. можно вам черепаху рубить. А ну-ка, построили с черепахой. У него идут в первых рядах стрелки. Черепахой! камера чуть быстровато двигается. Сейчас буквально медленнее бы сделать. А ну-ка. Это управление. Скорость движения камеры. А ну-ка, окей. Дун-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Стоять! Так, глазами бойца. А кто под обстрелом? Ты? Упс, куда-то камера меня направила не туда Да, там какая-то движуха сейчас у них идет Так, отставить артиллерия Что вы вообще не хотите атаковать нас, да? Ну тогда подождем союзника И немножко постреляем из артиллерии Да что ж такое-то, а Вот сегодня мне вообще глаз не позволяет стрелять Меняем цель Они никак не смирятся с поражением Они снова идут в бой Ничего страшного Ждем, ждем Пока черепаха вообще позволяет нам не нести потери Без проблем Не хочу Пока кавалерия не скована, я не полезу О! Копейщиков не зря здесь поставил Бросить полководца, так Но это достаточно интересный Тактический ход Так, отставить Великолепно Копейщики вернулись И пока мы наслаждались На самом деле тут уже пошла Война Так, все кроме тебя Убрать черепаху Вперед Сейчас хочу еще Все равно Битва здесь так А ну-ка Вы пилы мы бросите Сейчас Этого будет достаточно Выходим Кавалерия Пехота Начинаем двигаться Отключаем черепаху Отключаем черепаху Вы тоже побежали, да? Молодцы Стреляйте в толпу Артиллерия Разрешаю тебе стрелять самой Так, стопе Артиллерия Стреляй по области Стреляй Близковато стоишь, конечно Настреляй вот сюда В толпу Вам можно отключать даже Все, бегите Бегите Горите Один отряд остался без снаряжения На Теперь скорости не хватает Так, нет Управление Не успел Все Полководец, в принципе, пал Хотя Нанести такие потери Сейчас Непозволительная роскошь У них ничего не получится Не переживай Ну Атакуй, атакуй Перебить варваров Блин Тут Наши еще стреляют Отставить Ну и добиваем Все равно Кавалерии сейчас Даем приказ Преследовать пехоту Пехоте Отставить Главное, чтобы союзник Сейчас не стрелял А то он могет Этот друг такой Ну и потихонечку Добиваем их Тут их еще много осталось На самом деле Надо добить их Надо добить как можно больше Учитывая, что мы видели Да, правителя Наследника Которые готовы Идти в бой Артак, кстати, все Лишь сотни убило Как-то маловато Если ее придерживать До момента Когда Линии Соприкоснутся Будет, конечно Эффект Куда больше В данном случае В толпу мы тогда зашли И я думаю Как раз таки 50 бойцов Арта убило Вот именно В тот момент Когда Такая котлета Прям в центре Запеклась Добавили огонька Так, все Ты разбит Становимся лагерем К следующему ходу Мы восстановим потери Если что В козе Придем Как подкрепление И они Восстанавливают Потери Потихонечку Да и город Был больше Все таки Мне казалось Ну ладно Союзник Твой Если что На самом деле Там сын Не знаю Брат Кум Сват Наследник Короче Подойдет Но только Если на ускорение Так что Время есть Время Есть И раз Мы здесь Уже Видим Давайте На всякий Случай Проверим Этот фланг Ага На стороне Рима Пока Пустовато Спалет Тут Пустой Я тоже Думаю Пустой Будет Город А вот Рим То есть Он может Подтянуть Три армии Сейчас Попытаться Этими Тремя Армиями Меня Атаковать Здесь Здесь Он Одну Армию Как Минимум Бросил На Помощь Не Мы Можем Конечно Встретить Их Вроде Бы Эти Войска Не Дотягиваются Да Они Покоцаны Я Надеюсь Второй Легион Их Сейчас Погонит Тапком Подтянуть Разведчика Сюда Короля Он Вытащил За город Естественно Просто Второй Стэк Не Подойдет Тем более Здесь Ушли Второй Стэк На этом Ходу Не Подтянется Лучше Тогда Подождать Подождем Здесь Рисковать Не Стану На Этому Пока Пока Не Хочу Рисковать По Назначениям Да Конечно Же Давай Иван Магистр Пехоты Ты На Должности Уже Тебя Значим Ты Еще Не Готов Вообще Ни К чему Не Готов Как Так Жить Как Ты С Этим Справляешься Ну Начинаем Сиракуза Осаждать Себя По Всему По Доходу Правда Я Сейчас Как То Выгляжу Не Уверенно Что Всего Лишь Одна Осада А Доход Просто Скрипит Неужели Какая Армия Уже 15 Ходов Осталось 1013 Не Все Нормально Должно Быть И Лагерем Вы Стали И Ты Лагерем Стал Все Замечательно Но Сдаем В любом Случай Ход Мозгутское Царство Ну Шпиончик Давай Посмотрим В принципе Если Этот Сейчас Так Отступит В Рим Значит Там Никого И Нет Толком Да Он Отступает Воителя Присылает На помощь Судя по всему Из Ореции Он Не Вылез Да И Наследник Там Наверное Сидит Рим Если Будет Защищен Слабо Но Я Сомневаюсь Что Рим Будет Защищен Слабо Можно Было Взять То есть Артиллерия Позволяет Взять Город Сразу Не Дожидаясь Когда Враги Подойдут К нам С тыла Так А он Начинает Обходить В принципе Там Римские Легионеры Должны Справиться Так Отважные Товарищи Что С вами Случилось Здесь Купец Феодосий Феодосий Ты Наш Вроде Бы Да Ну Давай Феодосий Дезинформация Хладнокровно Убил Одного Из Наших Людей Отважные Товарищи Иоанн Из Армении Полководец Так Это Еще Обалденного Полководца Они Убили Ну Феодосия Назначили Ну Он Кайфового Полководца Убил Естественно Люди Расстроились Это Вот Здесь Который Был Который Был На Должности Магистра Пехоты У нас Да Грусть Печаль Моя Тоска Ну Ладно Давай Тебе Хотя Предметы Каким Будь Назначим Так Давай Раз Кольчужку Лестницу Общественный Порядок Зона Усиление Натиска Для Конницы Боевой Дух Ну Это не Восток Все-таки У нас Сейчас Здесь Скорее Всего Даже В битвах С Империями Востока Это Будет Работать Только Против Византии Мне так Кажется В этой Компании Так Что Берем Усиление Натиска Берем Усиление Натиска И На Этой Ноте Предлагаю Закончить Сегодня Серию Да Мы Вторгаемся В Рим Мавры Нападают И тут Куча Всего Интересного То есть Даже Вот так Вот сейчас Нашего правителя Поближе Камера Че Должна Приблизить Ну Не Не Сказать Что Слишком Близко Мы С этого Ракурса Видим Ну Голову Поворачивает Так Что Друзья Мои На этом Завершаю Серию Продолжим Уже Уже Очень Очень Скоро Все Самое Интересное Начинается Война На Несколько Фронтов Хотя С маврами Я смотрю Византия Справляется И при Нашей Поддержке Много Это И Не Потеряем Всем Добра Пока Пока